Ребята, всем большой привет! Сегодня я решила снять видео вопрос-ответ. Когда я снимала прямой эфир, я у вас спросила, хотите ли вы видео вопрос-ответ. И я поняла, что многие хотят это видео, поэтому именно сегодня я снимаю это видео. Я уже публиковала пост в инстаграме, под которым попросила вас написать вопросы. И там, по-моему, около 500 вопросов, да, 545 комментариев. Поэтому сейчас будем отвечать. Конечно же, на все вопросы я ответить не смогу, но буду выбирать, на мой взгляд, самые интересные. Так что садитесь поудобнее, и мы начинаем. Но прежде чем я начну видео, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы первым увидеть мое новое видео. Ну и, конечно же, поддерживайте лайком. Итак, первый вопрос. Ну так, начну с того, что мы недавно снимали видео на канал Мими Шоу, где мы писали письмо Диту Морозу. Кто еще не видел это видео, заходите на канал Мими Шоу, ссылочка будет в описании под этим видео. Там я вслух проговаривала все подарки, которые я хочу получить на Новый Год. Ну, скажу вкратце, самые-таки основные мои желания, это серебряный браслет и, не знаю, что лучше, сладкий подарок или кофточка какая-нибудь новая. Ну, в общем, вот, примерно вот это я написала. Так, дальше. Как обычно, мы празднуем Новый Год. Новый Год мы празднуем или дома, к нам приходят в гости, или ходим к кому-то в гости из родственников. Но в любом случае мы отмечаем Новый Год в кругу семьи с родственниками. Мы думали куда-то поехать, думали поехать в Сочи, но все-таки решили остаться на Новый Год дома и отмечать Новый Год дома. У нас на Дворцовой площади очень красивая елка, очень много красивых мест праздничных, поэтому на новогодних каникулах в январе будем посещать многие места, будут интересные влоги, так что ждите. Так, ну и следующий вопрос. Будешь ли ты снимать видео про образы на Новый Год? Макияж, прически, маникюр, наряды? Да, конечно, буду. Особенно про наряды, потому что я еще сама не выбрала себе наряд, но также я еще не выбрала себе ни маникюр, ни прическу, так что обязательно буду снимать. Кстати, совсем недавно мы получили крутую посылочку, в которой были платья и там есть одно платье, которое я думаю надеть на Новый Год, но я еще пока думаю, так как оно не блестящее, я все-таки хотела на Новый Год блестящее платье. Кто не видел еще распаковку этой посылки, заходите на канал Sweet Family, кстати, в комментариях, когда я в своем видео показывала платья, очень многие спрашивали, где же ты заказала эти платья, эти костюмы, так что заходите на канал Sweet Family и там будет все рассказано. Будут ссылочки в описании под видео, где можно заказать, именно на сами эти наряды будут ссылочку, на магазин будет ссылочка, так что заходите, смотрите. Ну а мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос будет очень интересный. Почему ты не стесняешься снимать блоги в школе и твои одноклассники знают, что ты блогер? Но почему не стесняюсь? В школе я стесняюсь снимать, но это по настроению, бывает снимаю вообще никого не вижу, никого не замечаю, просто вот беру камеру и снимаю, рассказываю вам. А бывает, конечно, что я стесняюсь, особенно когда много людей вокруг ходят, все начинают заглядывать, смотреть, что ты там делаешь, почему ты разговариваешь с телефоном или с камерой. Конечно, это много напрягает, но в любом случае, когда хорошее настроение, я снимаю с удовольствием блоги. Так, и знают ли одноклассники, что ты блогер? Конечно, знают одноклассники, что я блогер, потому что я и в классе снимала, и в принципе, я думаю, что одноклассники смотрят мой канал. И также знаю и уверена, что многие в школе знают, что я блогер, потому что многие подходили, говорили, ой, я тебя смотрю, ой, я знаю, типа есть канал на ютубе и так далее. Поэтому знаю, как в классе, так и в школе, что я блогер. Как относятся в школе к твоему каналу? Знают ли учителя про твой канал? Ну, на первый вопрос я уже ответила вам, а на второй вопрос я, честно говоря, не знаю. Ну, скорее всего, знают учителя, знают, скорее всего, классный руководитель, что у меня есть канал, и я знаю точно, что знает учитель по русскому, по литературе, потому что я сама говорила. Но не я говорила, а в классе ребята как-то на уроке выкрикнули то, что у меня есть канал. В общем, поднялась тема по этому поводу, и вот по русскому, по литературе учительница точно знает, что у меня есть канал. Но и, скорее всего, классный руководитель тоже знает. А как остальные учителя, не знаю, знают или нет. Самое интересное, но как-то так подойти и сказать, а вы знаете, я не могу Так, следующий вопрос такой Сколько раз за всю жизнь ты влюблялась? Ну, честно, если сказать, один раз я влюблялась Наверное, как и все девочки В садике мне нравился один мальчик Мне кажется, каждой девочке в садике нравится мальчик Даже Миланке, но мальчик нравится Она как бы считает, что ей нравится, но они как бы дружат Но, скорее всего, у меня такая же была ситуация Мы просто хорошо общались В общем, влюблялась я один раз, и это было в садике Сейчас мы уже не общаемся, так как я в другом городе живу И, в общем, не общаемся мы сейчас На данный момент мне никто не нравится И переходим к следующему вопросу Есть ли у вас какие-нибудь традиции или обычаи на Новый год? Да, есть обычаи, традиции Это, наверное, самое любимое для нас, Миланка, открывать подарки Но традиция заключается в том, что мы открываем подарки после 12 часов После боя курантов В общем, в 5 минут первого мы бежим к елке искать подарки Ну, как искать, мы как бы их уже видели и нашли подарки Бежим их открывать, в общем Вот такая вот традиция Ну, и еще традиция, что мы Новый год всегда встречаем дома Очень редко, когда куда-то выходим В основном встречаем дома, и в основном все приходят к нам И следующий вопрос Следующий вопрос такой Любишь лагеря и планируешь ли ты поехать туда? В лагере не была никогда У меня был брат в лагере И мы с бабушкой ездили к брату в лагерь навещать его И как-то после этого мне не захотелось в лагере самой ездить Я не могу сказать, что люблю лагерь или нет Потому что я никогда там не была Но сама обстановка, честно говоря, мне не очень понравилась Понятно, что лагеря бывают разные Разная обстановка Но на данный момент у меня нет желания поехать в лагерь И переходим к следующему вопросу Ты когда-нибудь занималась рисованием? Да, я занималась рисованием 4 года у меня есть диплом То, что я закончила художественную школу Рисовать люблю в свободное время Но, к сожалению, свободного времени нет Но когда появляется, с удовольствием рисую Очень люблю раскрашивать картины по номерам Но, честно говоря, больше люблю рисовать, нежели раскрашивать Вот не знаю почему Но мне больше нравится нарисовать картину, например, карандашом Но не раскрашивать ее Так, следующий вопрос такой У тебя был когда-нибудь яркий сон, который запомнился на всю жизнь? Ну, я не знаю, как яркий или не яркий Но есть один сон, который я запомнила До сих пор помню Это мне приснилось Наверное, еще в классе в шестом-седьмом Может в восьмом Не помню когда Но давно приснилось Больше года назад это приснилось То, что мне учительница по-русскому поставила два И на самом деле Через несколько дней Я получала по-русскому два Я не помню за что Но я помню то, что было такое совпадение И, честно говоря, у меня часто такие совпадения Когда мне что-то снится Например, я получаю какую-то оценку по определенному предмету И через какое-то время я на самом деле получаю эту оценку Пишите в комментариях, было ли у вас такое Скажем так, вещи сон У меня не часто, но периодически бывает такое Следующий вопрос такой Пицца или суши? Пицца Суши, честно говоря, не очень люблю У меня мама любит суши Больше, чем пиццу А я вот наоборот предпочитаю больше пиццу Нежели суши Как к вашему семейному увлечению блогинга Относятся другие родственники? Как все родственники относятся к этому увлечению? Не знаю Знаю, что очень любят смотреть бабушки наши видео Смотрят каждый день Им это нравится Они всегда в курсе всех наших событий Их ничем не удивишь Когда приходишь к ним в гости Пытаешься что-то новенькое рассказать Ой, да, мы видели это видео Ой, да, мы знаем это Но как все остальные родственники относятся, я не знаю Они точно знают, что мы снимаем видео Что у нас есть канал на ютубе Но прям как к этому относятся они, я не знаю Но скорее всего нейтрально Иногда бывает, когда встречаемся вместе Все сидим за одним столом Какие-то смешные моменты И начинают все говорить Ой, давай возьми камеру, сними Выложи в ютуб Как бы вот такие вот смешные моменты Ну, вот так вот Как ты воспринимаешь критику? Я воспринимаю критику легко Очень люблю к чему-то прислушаться Где-то понять, что да, действительно Здесь я была не права Но если это критика без грубости Без оскорблений Некоторые люди путают критику и оскорбление И порой бывает в комментариях читаешь не критику, а именно оскорбление в свой адрес Это, конечно, неприятно И таких людей я стараюсь блокировать и отправлять в банк И некоторые считают, что если чей-то вкус, чье-то мнение не совпадает с их мнением и вкусом То нужно оскорбить человека И потом, любимая фразочка Чисто мое мнение Нет, я считаю, что это не чисто ваше мнение Это просто желание оскорбить человека Итак, это был последний вопрос На самом деле вопросов очень много Но очень много вопросов, которые повторяются Всем огромное спасибо за ваши вопросы Я обязательно еще сниму видео В котором буду отвечать на ваши вопросы Так что ждите На этом мое видео подходит к концу Всем большое спасибо за просмотр И пока-пока